Любовь к родному краю, знание его истории, основа на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества. Эти слова принадлежат известному российскому ученому литературоведу Дмитрию Лихачеву. Для этого нужно знать прошлое, чтобы во многом понять настоящее и предвидеть будущее. Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск передачи «История учителя жизни». Наш гость, историк Петр Кузаев, продолжает свой экскурс в историю, увлекая нас этими рассказами и перенося в далекое прошлое, когда еще чествовали жицари за их подвиги и великие победы над врагом. Послушаем нашего дорогого гостя. Вот перед нами так называемый материал по скифам. Вот все, что вы здесь видите, так или иначе относятся к этим племенам. Это ираноязычные племена. Как я уже сказал, они сформировались на территории Приурали и Северного Прикаспия. Это народ железного века уже, в VII-VI веке. И оружие у них, и многие другие предметы обихода, они уже изготавливались из железа. Но на раннем этапе продолжает сохраняться традиция изготовления наконечников стрел, например, из бронзы все еще. Вот, там тоже, видите, удила бронзовые там и так далее, все псалии. Все это в какой-то период еще сохраняется. Копья у них были короткие, мечи тоже. Явно отличает от сармат поздних, вот размеры этих видов вооружения. Потом у сармат стрелы, стрельба из лука не играла такой важной роли в сражении, как у скифов. Значит, скифы буквально в самые сжатые сроки заняли громадное пространство. Здесь перед вами их материалы. Вот. Их походы в разные стороны земного шара они оставили большой след. В Передней Азии они много что натворили, уничтожили целые государства, особенно в союзе со своими метанистскими сородичами, вот, иранцами тоже. Вот. Но закончилось это для них катастрофой. Кексар прекрасно понимает, что скифы рано или поздно повернут против него. Он опередил их. Пригласил к себе в гости, как об этом пишет Геродот, пригласил к себе в гости предводителей скифов, напоил их и потом уничтожил. После этого они отступили в Закавказье, где они объединились с остальными астинскими племенами. Здесь перед вами дальше идет уже поздний сарматский материал. Дальше сарматы за скифами. Дело в том, что все это не совпадает реально с историческими фактами, потому что, как я уже сказал, сарматы здесь появились в 24 веке, а многие наши ученые их выводят в 4 веке только из Средней Азии. Но сираки фиксируются в ассирийских, уратийских и прочих источниках, по меньшей мере, уже во втором-первом тысячелетиях до нашей эры. Каким же образом мы их должны выводить из Средней Азии только в 4 веке до нашей эры? Конечно, это абсурд полный. Но, тем не менее, в этот период со стороны Приуралья и через Приуралье к нам выходят действительно новые племенные группы. Они хорошо известны в дальнейшем. Это уже не сираки, а разные другие подразделения, в том числе одно племя, очень важное тоже мощное племя, это аорсы. Их переводят по-разному. Я не согласен с теми переводами и объяснениями, которые даются по их наименованию. Но в любом случае аорсы появляются на Северном Кавказе. Здесь они становятся сираками двумя противоборствующими сторонами. И между ними в дальнейшем, в конечном счете, конфликт выливаются в большую серьезную войну в первом веке. Здесь перед вами материалы тех самых племен, выходцев из Средней Азии. Собственно, сарматы в этот период находились уже здесь, в большей своей части. Какая-то часть сохраняется на территории Падония. И, согласно письменных свидетельств, якобы на реке Маныч находилась их столица Успа, которую аорсы потом в 1949 году взяли и сожгли. Сармат отличает другая совершенно тактика ведения боя. У них огромные копья. Ударной силой у них являются катафрактари, то есть рыцари своего рода, того периода. Что касается их вооружения, мечи, огромные мечи, посмотрите сюда, вот они. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Когда ученые говорят термин «сарматы», то они обычно подразумевают самые разные племенные группы. То есть это не одно племя для них, а какие-то разные подразделения иранских племен, которые из Средней Азии и из Приураля начали продвигаться в Восточную Европу и дальше уже на Запад. И вот это мы должны понимать. Здесь перед нами предметы, которые характерны именно для племен, для тех сармат, которые дошли до нашей территории нынешней, сейрастийской территории. То есть Моздок и внутренняя сеть. Вот это их предмет. А на самом деле, конечно, они были очень разные, и вооружение у них разное было и так далее. Но в целом, значит, размеры мечей уже и копий, они соответствуют новой тактике ведения боя. То есть тактика атаки с согнутыми рядами, тяжелой конницей там и так далее, и так далее. Вот это вот все конкретно. То, что сарматы были прекрасными воинами, я в данном случае говорю не только о сираках, а вообще о наших иранских племенах Юго-Восточной Европы и Средней Азии. Это общеизвестно. Их постоянно приглашают как наемников, их используют как наемников. Это все общеизвестные факты. Соответственно, они с собой привозят из тех краев, где они оказывались по воле судьбы, в каких-то военных компаниях. Они привозили разные предметы, и мы сегодня можем как раз их показывать. Влияние и греков, и римлян, и так далее на сармат определенное культурное влияние имело место. И не только просто привозили вещи, но и в чем-то стали стараться на них походить. Музыка 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 С первого века фактически появляется новая племенная группа, которая сразу же оказывается на Северном Кавказе. Как только они вышли из Средней Азии, они остановились тут. Это аланы. Аланы известны под тремя именами. Это аланы, правильно надо говорить на астинском, как мы все знаем, аллон с двумя эл. Василий Иванович в свое время четко, конкретно объяснил, что это восходит к древнему слову Ариана. И что вот это эр дает в астинском двойное эл. В позднее астинском. Второе их название – асы. Это мы тоже все знаем. Асы – это сокращенное вас. Начальная буква отпадает. В переводе на русский означает слово «бог». То есть само имя Аллоны, Аланы, Василий Иванович переводит как «дети бога неба», то есть «дети бога». Ну и, соответственно, себя они называют тоже богами, потому что у бога должен родиться бог. То есть, если ты принадлежишь к такой-то фамилии, то, соответственно, и твои сыновья, и твои внуки, они тоже самое. Поэтому они были богами, ассами. Слово «ассы» впервые за собой закрепили сарматы. Об этом, например, пишет в свое время еще указывать на это в XIII веке с Норрис Турлусом, норвежский летописец. Он говорит, «ассы во главе с Одином пришли к нам из сарматий». То есть божества – это сарматы. И вот эти сарматы и Алланы – это племя, племена богов. Вот перед нами их материал весь. Посмотрите, какая великолепная посуда, вооружение. Еще в момент выделения из общей арийской массы сираки стали заниматься деформацией черепа. Значит, вот эта традиция деформации черепа для них характерна. Часто все задают вопрос, почему это делали. Не знаю, почему это так делали. Но дело в том, что люди с деформированными черепами – это была высшая каста, высшая часть нашего народа, нашего населения, наших племен. В Нартовском эпосе это главные герои. То есть осетинский народ воспевает людей с деформированными черепами. Нарты, гоппер, шарта. И эта традиция, она четко фиксируется уже и у Аллан тоже. Вот перед вами такой деформированный череп. Если мы обратимся опять же к античным авторам, то они подчеркивают, что сираки выбирают царем того, у кого самая высокая голова. То есть здесь очень многие. Читал я несколько лет назад материалы, которые по данному вопросу опубликовали врачи. И они подчеркивают, что якобы вот то, что такие черепа потом люди когда делали, да, потом у них начинались серьезные отклонения в психике, там, в работе мозга нарушения были и так далее. Я не могу им верить, потому что мой народ на протяжении многих тысяч лет, это не за сто лет так делали, да, в 24-м начали с арматы. Это дошло до Аллан, потом Алланы продолжали эту традицию вплоть до где-то 9-10 веков даже. Понимаете, то есть несколько, где-то 3,5 тысяч лет. И народ, что, не заметил бы, если бы это давало отрицательный результат? Наоборот, мы видим с вами, как я уже сказал, осетины восхваляют именно людей с такими черепами. Весь наш эпос, все наши герои эпоса, они все гоппоржерты. Все. И мужчины, и женщины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно часами слушать эти истории, но, к сожалению, эфирное время ограничено. Встретимся с вами ровно через месяц на телеканале ИР. Знайте свою историю, интересуйтесь ей и смело, с высоко поднятой головой, идите вперед по жизни, совершая великие подвиги ради будущего поколения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok